По данным исследованиям компании «Автостад» в России на 1000 человек приходится более 300 автомобилей. Но для свободной и законной езды в городе необходимо получить водительское удостоверение, пройдя обучение в автошколах и сдав экзамены в ГИБДД. Проходим курс теории по ДД. Мы должны изучать правила не только легковых автомобилей, но и всех, кто находится на дороге. Потому что они встречают у нас на проезжей части, мы должны быть к встрече с ними на проезжей части готовыми. После обучения и тестирования курсантов ждет экзамен в ГИБДД. Он состоит из двух частей – теория и практика. Будущий водитель показывает навыки инспектору, выполнив блок заданий. Специфика сдачи экзамена в ГИБДД, даже при учете наличия регламента, она может меняться от региона к региону. Сам процесс проведения экзамена. Примерно в 8 утра люди заходят в экзаменационное отделение для сдачи теоретической части. Те люди, которые решают 20 вопросов, идут на экзамен по вождению. На теоретической части разрешено сделать две ошибки с дополнительными вопросами. Вождение оценивается баллами. С 1 апреля 2024 года разрешено набрать 7 штрафных баллов для успешной сдачи на водительское удостоверение. Экзамен – это всего лишь переходный этап. Нужно доносить курсантам автошкол. От людей, которые сейчас учатся в автошколах, зависит то, что в будущем будет на дорогах России. Но не все правила дорожного движения применяются в нашем регионе. Встречаются вопросы на трамвае, которых у нас, например, в Оренбурге нет. Ближайшие у нас там в Орске, в Новотротике. Это трамвайные светофоры, это правила с трамвайными рельсами, проезды, развороты, повороты налево и так далее. Мы их с вами разбираем. Несмотря на то, что этого не будет на практической части в городе, на маршруте вашем, теории это попадется. Про реверсивное движение, да, вот еще хотел сказать, что в правилах оно есть, например, в нашем городе его пока нет, да, есть там слухи, что оно появится когда-то, или, например, полоса для МТС. Напомним, с 1 апреля 2024 года в закон вошли ряд изменений при сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Изменился регламент проведения. Также в новой версии правил расширяется список оснований для приостановки проведения экзаменов, выдачи российского и международного водительских удостоверений. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.